Это село Хапсихор под Судаком. Его красоты, долины и виноградники упоминались в рассказах известных путешественников. После многолетнего перерыва в минувшие выходные здесь прошла встреча односельчан. Ходишлер Курушеву начали с молитвы в память о тех, кто погиб в годы депортации. Арифат Годжен в мае 1944 года был ребенком. Картины высылки остались навсегда в его памяти. Некоторые эпизоды и вовсе невозможно стереть. Субтитры создавал DimaTorzok И для Шевкея Уста эти места родные. Ее счастливое детство в родном Хапсихоре прервалось в возрасте 4 лет. Ужасы депортации она помнит по рассказам матери. Субтитры создавал DimaTorzok Кудишлер Курушеву настоящий праздник. Шевкея Хартана сегодня приехала в Хапсихор вместе со всеми детьми и внуками. Арифат Годжен в мае Хапсихор имеет многовековую историю. Первые поселенцы появились здесь в 8-9 веках. А с 1381 года началась документированная история села. Крымские татары отличались здесь большим трудолюбием. Развивали сады, виноградники, разделывали поля, выращивали табак. Многие вернулись в родное село своих предков и обосновались здесь. Роднее Хапсихора им не найти. Роднее Хапсихор Роднее Хапсихор Роднее Хапсихор Роднее Хапсихор Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова